Я вот четко осознаю, что вот эта боль, она не моя боль, она боль вот этого эгоизма, этого эго, которое недополучает. А что же я? Я вот эта искренность, любовь, отдача и оп, переключение. Мне нужно перестать требовать от этого мира, перестать хотеть постоянно взять, дать мне внимание, дать мне того, дать мне третьего. Нет, мне нужно согреть этот мир, мне нужно светить, мне нужно отдавать, мне нужно любить. Когда кто-то из вас сидит дома и говорит, а школа Гивина, она находится в Москве, а я нахожусь в Подмосковье, наверное, эта практика не для меня. Ну вот у нас Аня Сокол, которая прилетает к нам регулярно на наше обучение с другого континента. Сейчас мы его послушаем, о чем он хочет рассказать. Всем привет. Как Валя сказала, меня зовут Аня. Мне 21 год, но по всей видимости моей душе намного больше, потому что я уже хочу выйти за рамки всех иллюзий, всех представлений, всех ограничений, которые вот душат уже здесь. А вы знали, что у горожан волосы в носу намного толще и жестче, чем у людей, которые живут в сельской местности, поближе к природе? Вот я тоже не знала. Но могу провести аналогию с тем, что когда я нахожусь в моей внутренней природе, когда я действую из нее, мне не нужно выстраивать стены из моего эгоизма, там что-то кому-то доказывать, с кем-то бороться. Все происходит само. И вот сегодня я хочу поделиться с вами опытом того, как, переступая через свой эгоизм, я изменила свою реальность. Точнее, реальность изменилась сама, мне для этого не нужно было ничего делать. Этот опыт немножко перекликается с Олей, дороженный опытом. Да, когда мы поехали в Египет, было это два месяца назад, я тоже проходила курс по парадентальной медитации, обучалась ей. И на втором курсе я уже обучалась на помощника-инструктора по этой технике. И как инструктор, для того, чтобы курс прошел максимально эффективно, мы дали обещание. Мы дали обещание того, что мы проведем этот курс чисто. Это значит, что в каждый момент времени, 24 часа в сутки, я переступаю через свой эгоизм, даже в мелочах. Кстати, Никола Тесла как раз такую практику переступания и отслеживания своих желаний эгоистических делал тоже. То есть, например, доходило до того, что ему хочется съесть яблоко, и вот он видит это и находит того, кому это яблоко отдать, вместо того, чтобы его съесть. Наверное, поэтому он был ближе к природе, он был ближе к источнику всех знаний, у него была тоньшая эта стенка эгоизма, и у него было столько открытий великих. Ну так вот, когда мы дали это обещание, все сразу стало видно, как на ладони. Весь мой эгоизм разложился, как открытая книга с иллюстрациями 3D, и стало это все видно, как на ладони. Ну тоже в еде очень сильно. Вот когда, например, хочется какой-то вкусняшки, я вот прям сразу вижу, что моему телу это не нужно, ну я вообще не голодная. Ну вкусняшка так тем более. Это вот просто хочется убежать от настоящего момента, от ответственности, от проживания того, что сейчас. Хочется пустоту заполнить. И вот в этот момент я вспоминаю, так, я здесь не для того, чтобы себя там ублажать как-то, а я здесь для ребят. Все, в сторону, отодвинули. Или не на физическом уровне, а вот даже на внутреннем. Вот тоже такое переживание. О нет, там на работе, наверное, думают, что я вообще уже с ума сошла, я там 2 месяца опять улетела, 8 месяцев тогда улетела. Я вообще плохая. Ой, тут я не соответствую, у меня не получается. И вот вместо того, чтобы в этом вариться, в этой зацикленности на себе, я это отмечаю. Я понимаю, что вот даже этот момент, думание о том, что я какая-то не такая, это чистой воды эгоизм. Это вот сейчас мое желание перетянуть все внимание на себя. Хотя мне нужно вот для других отдавать. И вот так, шаг за шагом оно высвечивалось, я это перешагивала, отодвигала, отодвигала, отодвигала. То есть как стенка отвалилась, стенка отвалилась. Не всегда получалось, мы не святы, но оно отваливалось. И я становилась свободней. И это было очень непросто. Получалось это только потому, что было ради кого. То есть я взяла ответственность на себя за ребят, которые пришли проходить второй курс. Я взяла ответственность на себя за то, как качественно этот курс пройдет. И ради этого я смогла через это переступать. И когда нам выдали телефоны, ну когда закончился режим затихания, я вышла на связь. Расскажу, как у меня жизнь выглядела до. У меня есть парень, Джош. И вот мне всегда хотелось внимания. Мне всегда хотелось... Я всегда думала, что мне нужно чему-то соответствовать. Мне нужно постоянно доказывать. И это проявлялось и как в работе, так и в личной жизни, и в отношениях с бабушками, с дедушками, с родителями. Например, на работе я все время была очень в таком соревновательном тонусе. Я работаю в продажах. И всегда было такое, так, надо побольше, чтобы продажи были. Нужно доказать, что я действительно хорошо работаю, что я соответствую, что я хорошая. Было внутреннее напряжение, тревога, с которой я приходила на работу. Вот такое, так, артиллерия, готовы. Или бабушки, дедушки звонят. Аня, ну что, как там работа? Все там же работаешь? Ну да, там же. Не хочешь поменять? А учеба когда? Ну вот я понимаю, что я не соответствую их ожиданиям. Не соответствую своим ожиданиям. И вот это напряжение, я вот просто с ним живу, хожу. И каждый раз понимаю, что я как будто бы им вру, говорю, что «А, да, вот когда придет эта дата, я сделаю это то-то, и я буду такая хорошая». И то же самое с Джошем, с парнем моим. Вот мы с ним не видимся, там, три дня, неделю. Ну я, он работает. И я ему звоню или там встречаюсь с ним, думаю, вот, я так соскучилась. Он, наверное, тоже. А он такой, блин, я устал. И я вот этот, такой, блин, ну где же, я же всегда для него энергию, внимание нахожу и энтузиазм. Я везде его всегда могу найти. А он, блин, вот так. Значит, меня не любит. Значит, я недостаточно хорошая. И вот такие какие-то внутренние претензии, желание вот взять постоянно. Мне мало внимания, мне больше надо. Это недостаточно. И вот когда вот это все происходило в Египте, я настолько натренировалась, что когда нам выдали телефон, я позвонила Джошу. И, конечно же, Аня, я очень устала. Эта неделя была самая неделя, ужасная неделя в моей жизни. И вот внутри я просто начинает возникать боль. Такая, ну вот это, вот этого маленького ребёнка, которому не хватает внимания. И я чётко вижу, что это вот сейчас моё желание взять. Я его вижу как на ладони. Я вас понимаю, что я вот чётко осознаю, что вот эта боль, она не моя боль. Она боль вот этого эгоизма, этого эго, которое недополучает. А что же я? Я вот эта искренность, любовь, отдача. И оп, переключение. Я хочу отдать. И в тот момент я просто ему сказала, ну вот со всей любовью, ты устал, наверное? Ну тогда иди поспи, потом поговорим. А если бы раньше, я бы там, ну как так, ему лепцию бы читала, я к тебе так, ко мне не так, и всё такое. И вот на следующее утро я просыпаюсь, от него там сообщение, видеосообщение, говорит, я тебя так люблю, спасибо, что ты, извини, я там вчера был уставший. И после этого я приехала, у нас реально качественно поменялись отношения. Вот он даже раньше был жёсткий материализм, он говорил, вот смотри, через год я куплю Феррари. А сейчас он открывает бизнес, и он построен на концепции любви и отдачи. Именно в распространении этой идеи, а не ради какого-то там Феррари. То есть он меняется, я меняюсь. Очень наоборот. Ну, ещё немного расскажу, что с бабушками, с дедушками произошло. Звоню я бабушке после Египта. А до этого я дала там упражнение поделать у неё радикулит. Она говорит, Аня, мне так это всё помогло, спасибо тебе большое. Сейчас дедушка хочет труп. Дедушка говорит, Аня, дай мне какие-нибудь упражнения для сердца. Никаких вопросов про то, что я там, когда учёба, когда работа, а ты где вообще, в Египте, почему ты там? Ничего такого. А потом он мне говорит, слушай, а вот 18-го числа что-то такое произошло, тебе ни о чём не говорит? Говорит, да нет, вроде, вообще не думаю. Он мне говорит, ты представляешь, я вот в этот день, ну там молился немного, и вот на окно прилетел снегирёк, такой красивый-красивый. И я прям почувствовал. Я вот точно знал, что это хорошая весточка о том, что вот с тобой сейчас всё в порядке, как будто бы с тобой что-то такое волшебное произошло, вот как будто бы вообще я за тебя не переживаю. То есть у него раскрылось сердце, он почувствовал. И на фотографиях бабушка говорит, Боже, ты такая счастливая, вот чтобы ты всю жизнь такая счастливая была. А не то, что там, когда я защищу диссертацию докторскую какую-нибудь. И так качественно поменялось отношение. Приезжай на работу в Австралию, у нас там всё обычно очень. Если ты плохо работаешь, то найдём другого. А тут я прихожу первый день, менеджер говорит, так, пока тебя не было, у нас всё поменялось. Теперь мы работаем как команда, у нас больше никакого соревнования. Мы все продажу делим поровну. Я думаю, ничего себе, вот это я там намедитировала. А всё потому, что у меня пропало это внутреннее соревнование. Но мне реально, я сейчас вот хожу по магазину, я даже им ничего не продаю там уже. Я вот хожу и с ним здороваюсь, общаюсь, включаюсь в них. И оно всё само происходит. У меня эти бонусные сейлы, которые там 600 плюс долларов, они сами приходят. А я ничего не делаю. И мы все, вот отношения, вот они настоящие, дружеские, как команда, даже на работе. И я начинаю понимать, что для того, чтобы что-то изменилось вовне, мне не обязательно там с пеной у рта менеджеру доказывать, что нужно менять систему на какую-то более демократическую. Или там ходить к психологу с Джошем, отношения выяснять. Или там достигать чего-то там, что мои бабушки с дедушками видят меня, как я должна выглядеть. Мне просто нужно совершать внутренний труд. Все эти ограничения, они внутри. И мне нужно перестать требовать от этого мира. Перестать хотеть постоянно взять. Дайте мне внимание, дайте мне того, дайте мне третьего. Нет! Мне нужно согреть этот мир. Мне нужно светить. Мне нужно отдавать. Мне нужно любить. И это и есть моя природа, внутренняя природа, то, о чем я говорила в самом начале. И да, это очень непросто. Но когда есть ради кого это сделать, у вас это обязательно получится. И реальность развернется. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Ну, может быть, тоже какие-то вопросы есть? Каня? Всем привет. Дмитрий. У меня такой вопрос. Каня, что ты посоветуешь тем, кто хочет начать светить другим? Вот с чего начать? С чего начать? Ну вот даже сейчас. Вот чтобы сделать это выступление, чтобы отсидеть, попереживать, выйти сюда и не убежать куда-то там, мне нужно было перешагнуть через себя. А почему? Потому что мне просто захотелось поделиться, поделиться своим опытом, помочь, возможно, вам. Возможно, вот именно то, что это то, что вам нужно сейчас услышать, чтобы пришло какое-то сознание. Может, вы не знаете, какую подобную ситуацию решить у себя. И это просто искреннее желание поделиться. Ну, конечно, когда здесь столько людей, которым это можно отдать, то вот этот поток жизни, он начинает через меня фигачить. Если это там, ну, там, бабушке помочь, там, через дорогу перевезти, это вот столько мне дастся. А если я вот столько людей, то вот оно начинает... Ой, извините. То вот оно начинает, но правда. Аня, ну, кажется, что тебе достаточно легко это даётся. Ты что-то сейчас перешагиваешь. Ну, знаете, я сейчас вот потом себя покрылась, пытаюсь под мышки спрятать. Я когда там сидела, это такое волнение, такой трепет, ну, ответственность. И тоже вот это опять желание повариться в себе, а вдруг я опозорюсь, а вдруг я... В сторону. Так, я здесь. Ну, что, там, тело потеет, тело там переживает, ещё что-то. Нет, я здесь для того, чтобы отдавать. И если так подходить к жизни... Ну, во-первых, это нужно просто принять для себя решение, что я хочу изменить свою жизнь, я хочу изменить свою реальность. Я хочу начать жить по-другому. И взять на себя ответственность, понимая, что только я могу это всё изменить. Это не кто-то там, это не бабушки, не дедушки, это не работа, не система, не страна, в которой вы живёте, не мир, который так он устроен. Это ваше отражение. И вот, когда вы начинаете меняться внутри, оно вам отражает. Оно показывает, что да, это так. Я изменилась, моя реальность открылась, мне стало проще жить. Я понимаю, да, я двигаюсь в правильном направлении. Всё. Спасибо. 21 год. Спасибо. Спасибо.